Не так давно бывший пресс-секретарь президента дала обширное интервью на новостном ютуб-канале. Главной темой интервью стал вопрос о возможном романе между президентом и Мендель. По ее словам, такие слухи распускали враги государства. К слову, ранее была информация, что Юлия Мендель беременна от Зеленского. Откуда появились такие предложения, загадка даже для самой Мендель. По происшествию некоторого времени можно с уверенностью сказать, что беременности не было. Тот факт, что была организована такая крупная информационная атака, не является нападением на меня. Я была объектом, который использовали в некрасивых целях. Это было нападение на главную пару в стране, рассказала Мендель. Отношений, как между мужчиной и женщиной, не было, подметила она. Только профессиональные. Накануне Мендель опубликовала в Инстаграм фото, на котором какой-то мужчина обнимает ее. Но его лица не видно. На фото Юлия Мендель в белом платье, с плеча свисает жесткий жакет и обнимает мужчина в белой рубашке. На фото видна только его рука. Мы организовали здесь фотосессию. Подписала фото Мендель. У меня есть личная жизнь. Было весело считать, что это рука Кремля, рука Ахметова. Чья рука? В каком смысле это публичный человек? Дорогой. Подметила Мендель. Она пообещала полностью показать возлюбленного в ближайшие несколько месяцев. Также она рассказала и о новом пресс-секретаре Зеленского. Она заявила, что Сергей Никифоров начал свою работу в офисе президента и имеет налаженную систему и команду пресс-службы. Когда в 2019 году на эту должность была назначена Юлия Мендель, систему и команду пришлось строить с нуля. Мы пришли, у нас ничего не было. Пришел Сергей, у него есть команда, есть система. Он должен это изучить, он должен добавить новые сообщения, он должен донести то, что говорит президент, сформулировать позицию. Но они есть. В системе всегда есть возможности для улучшения, сказала бывший пресс-секретарь. По словам Мендель, важную роль играет пол-представителя для прессы. В нашем обществе есть огромные различия в отношении к женщинам и мужчинам, сказала она. При этом Мендель заявила, что не ревнует к своему преемнику, готова ему помочь и пожелала Никифорову удачи на этом посту. На вопрос, считает ли она Никифорова хорошим представителем для прессы, Мендель ответила. Он старается, он растет. Он понимает информационное пространство и информационные проблемы. Мне кажется, что хороший человек это тот, кто пытается расти профессионально. Главное, по ее мнению, это чтобы Зеленского устраивал Никифоров. Он пытается быть более дипломатичным и гибким. Особенно это было заметно на пресс-марафоне, где пресс-секретарь вел себя достойно.